Вопрос у нас был. Стирное предложение по ландшафтным решениям благоустройства карантинной балки в районе улицы Пожарова. Валерий Армадьевич. Здравствуйте. Наш проектное предложение называется благоустройство карантинной балки в районе улицы Пожарова. Основной объект, который мы хотели бы сегодня обсудить, это группа жилых домов. Значит, я попытаюсь сейчас описать где-то. Значит, это улица Пожарова, это улица Дмитрия Ульянова. Желтым показана территория Херсонецкого заповедника, охранная зона Херсонецкого заповедника. И вот бухта карантинная. В соответствии с генпланом 2004 года, вот по генплану здесь должна была пройти жилая улица, которая соединяет улицу, по-моему, Крестовская называется, и улицу Древняя. Значит, ну, я на всякий случай напомню, что многие решения генерального плана исходили из того, что флот в 2017 году уходит, территория освобождается, и их нужно было каким-то способом благоустроить. Значит, возможно, исходя из этих соображений, была предусмотрена вот эта жилая улица. Для дальнейших обсуждений, чтобы не возвращаться, значит, вот вся вот эта территория, на двухтысячнике, я вам покажу, значит, представляет собой уклон, откос с уклоном больше, чем 45 градусов. То есть, по сути дела, это обрыв с узкой полосой береговой в южную, в самую южную часть карантинной бухты. Вот территория показана строительного техникума, стыду своего, не помню, как сейчас называется, но все знают, строительный техникум. И речь пойдет вот об этой группе жилых домов. Значит, но есть, с вашего позволения, я начну не с этого проекта, а с проекта, который мы в свое время делали в 2012 году по заказу Херсонецкого заповедника. Значит, речь была... Ну, наш проект назывался «Античный парк», и размещался он, фактически он охватывал бы всю эту территорию. Значит, теперь я, если можно, последовательно расскажу об этом проекте. Сначала о проекте 2012 года, а потом мы обсудим проект уже нынешнего 2014 года. Следующий слайд. Значит, ну, это справочно мы приложили материалы, связанные... Значит, вот ареал, охранная зона Херсонеца. Там есть несколько периметров. Значит, вот один из них, достаточно жесткий, показан красным цветом. И вся вот эта территория, она вся попадает под регулирование, как охранная зона Херсонецкого заповедника. Значит, в данном случае, вот точка показана на этой схеме, и точка показана вот здесь, на генеральном плане, местонахождение объекта, который мы, как бы, проектировали в 2012 году, так называемый участок Некрополя. Следующий слайд. Значит, речь идет о... Значит, мы в основу нашей работы, мы в 2012 году положили программу развития данной территории, значит, разработанной фондом возрождения Херсонец. Проект их не назывался Некрополь Святых. Этим проектом предусматривалось, значит, реставра... Ну, по всей виду, я предменю слово реставрация, скорее всего, там было, ну, скажем так, восстановление Храма Богородицы в Лохернской, вот слайд показан. Следующий слайд. Значит, Некрополь Святых, это основная, как бы, территория, в той зоне, которую мы будем, предлагаем, благоустраивать. Значит, здесь показаны, насколько довольно в хорошем состоянии хорошо сохранились склепы вместе с мозаикой, с росписью. То есть, в общем, это самый настоящий памятник археологии, истории, культуры. Ну, то есть, достаточно серьезный памятник. Следующий. И в числе, значит, других объектов этим проектом, проектом Некрополь Святых, предполагалось строительство музея Диорамы. Музей Диорамы, посвященный крещению Руси. Сразу хочу сказать, что это программный документ. Это не проект строительства, это программа развития. И многие ее обстоятельства с течением времени меняются, но суть остается прежней. Значит, памятники эти требуют к себе трепетного отношения. И Херсонесский музей, и особенно фонд возрождения Херсонесса прикладывает массу усилий к тому, чтобы этот проект реализовать. Следующий слайд. Значит, вот на этой схеме размещения, значит, наш проект назвался Античный парк, мы не делали проект, как бы, музеификации. У нас был проект благоустройства всей этой территории, значит, с учетом памятника, предусмотренных проектом Некрополь Святых. Основные наши задачи были решение транспортной схемы вокруг объекта посещения, в том числе погонниками и туристами. Я, на всякий случай, такую короткую страдку, значит, существует, ну, достоверная информация о том, что здесь покоронен один из первых римских, ну, в общем, Папа Римский Мартин, по-моему, если не ошибаюсь, и Ватикан признал этот факт, то есть он признал, что он здесь действительно покоронен. И, значит, место это уже попало в объекты паломничества, в том числе и в Ватикане. Это просто в качестве, ну, как бы, еще и одной консультации того, что достаточно серьезный объект. Этим нашим проектом, античным парком, предполагалось благоустройство, значит, туристические трупы, проходы для экскурсантов, да не для туристов, туристических, ну, для посетителей Николы Коля, как музея. И вот в этой части, я буду поговорить подробнее, значит, с учетом проекта расширения улицы Пожарова, мы предполагали заезд, то есть, по сути, речь шла о том, чтобы здесь сделать второй вход в Херсонецкий заповедник. Вот, это как бы основной был наш замысел с тем, чтобы организовать здесь территорию для устройства второго входа. Предполагалось с дублирующего проезда сделать заезд экскурсионного транспорта, выгрузка, значит, экскурсантов. Здесь туалеты, здесь кассы, какие-то там сувенирная продукция. И сюда же мы предполагали в этом месте приблизительно разместить вот эту самую панораму. И вот здесь показан объект, мы предполагали, что здесь будет Погонническая гостиница. Это, я говорю, про это 2012 года. Вот это следующий слайд, да? Значит, это я, значит, это границы самого Некополя. Это, господи, название забыл. Лакернская. Да, Лакернская. Игорь Александрович, подскажи точно, как называется? Храм Богородицы Лакернской. Да, Храм Богородицы Лакернской. И первый объект, это, значит, их три. Вот, раз, два, три. Я, 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 я путаюсь, я волнуюсь, перепутал название. Ну, в общем, зеленым показаны, собственно, наши основные объекты археологические. И вот в этой зоне мы положили размещение наших объектов инфраструктуры. Следующий слайд. Значит, вот это 3D-визуализация, это Тарантинная бухта, это строительный техникум. Вот это группа жилых домов, улица Шостока. Вот основной наш объект, вот это храм, это мы делали павильон, ну, как бы, павильон благоустройства. Вот показаны очертания главной аллеи. И вот это показан объезд, который вот на 12-й год мы предполагали, что он будет вот такой. С заездом с улицы Шостока, проезд, с учетом, в том числе, обслуживания индивидуальных жилых домов, которые здесь уже построены. Кроме того, мы оставляли вот здесь тупиковый проезд с разворотной площадкой, поскольку на тот момент совершенно четко, ну, и до сих пор существует земля от воды вот в этой части, на территории, на современной территории в основой части. То есть вот граница восьмой части, она проходит фактически по этой дороге. Следующий слайд, можно. Значит, ну, это другой ракурс, но здесь вот чуть более подробно видно, значит, вот бухта, это наш Некрополь. И вот заезд с улицы Шостока, разворотная площадка, это офисное здание вон земля от вод, мы просто учли его в своем, в своем проектном предложении. Это предполагалась диорама, и здесь паломническая гостиница. В данной перспективе мы предполагали организовать выезд в карантинную блоку с устройством новой магистрали, специально для этого транспорта, с выходом на Томашевское шоссе. Ну, если можно, мы не будем сейчас к этому возвращаться. Во всяком случае, как программа минимум, здесь транспорт решался. В ходе этой работы мы на патаграфической съемке обнаружили участок, но на тот момент никакой такой чёртой информации о том, для чего он был, однозначно у нас не было, мы его нарисовали как завод. Следующий слайд. Ну, здесь вот то же самое, просто видна эта паломническая гостиница, вот этот входной узел, и вот пространство, еще раз все пространство античного парка, по варианту 12-го года. Дальше. Тоже другой ракурс. Теперь, ну, не, не, возвращаемся вот сюда. Значит, это тот же античный парк со схемой уже 14-го года. То есть, с учетом всех новых обстоятельств, в том числе по поводу ухода флота в 17-м году, что уже не случилось. Значит, мы высказали предположение, что как минимум эта территория, либо она будет флотским, либо, если все удачно сложится, эта территория, конечно же, должна быть отдана Херсонецкому заповеднику, поскольку она находится в зоне охраны, значит, ну, объектов заповедника. То есть, по Генплану, это вообще-то зона охраны, охранная зона Херсонецкого заповедника. Мы рискнули предположить, что эту улицу, особенно с учетом ее, скажем, ну, технической, ну, ее невозможно реализовать, это просто ни при каких обстоятельствах. Значит, мы ее убрали, и вот, еще раз я показываю, мы организовали вот такой кольцевой объезд с улицы Шостока. То есть, мы заехали по дублеру и сделали вот такое дублирующее кольцо. Ну, несколько необычный прием, я могу согласиться, но считать ее, как товар, как жилую, было бы странно. Но, наверное, нет, но, возможно, и так, потому что, еще раз повторяю, пока вот отводы, вот эти, они зафиксированы, это уже реализованные отводы и уже построенные сооружения. Значит, наш объект, группа жилых домов, находится вот в этой зоне. Это восточный склон карантинной банки, значит, вот это вот стадион, и вот само, сам комплекс строительного техникума. Следующий проект. Значит, ну, вот то же самое на фотоплане. На фотоплане. Значит, теперь я, ну, будем считать так, что по самому античному парку мы уже, мне больше нечего добавить, и дальше я попробую чуть подробнее рассказать о решениях по самой вот этой группе жилых домов. Следующий слайд, можно? Значит, вот уже знакомая вам картина, на которую мы нанесли предполагаемую группу жилых домов. Значит, ну, вот в такой пока трактовке. Следующий слайд. Значит, тоже мы эту картину обсуждали. Вот так приблизительно, мы на этой картине мы пытаемся показать масштаб того строительства, который мы предполагаем сегодня обсудить и выслушать ваше мнение. Можно следующий слайд, там есть фрагмент. Вот чуть поближе. Значит, речь идет о строительстве трехэтажных многоквартирных жилых домов. Значит, сразу оговорюсь по назначению этих участков. Основной участок, вот этот, он выделен под, он в аренде под строительство многоквартирного жилого дома. А вот здесь есть группа из трех участков, которые выделены под индивидуальную застройку. Владельцы везде разные, но выступают они одним фронтом и готовы действовать совместно. Значит, поэтому мы в своем проектном предложении все это воспринимали как одно единое пространство. Вот на эту картину мы уже носили новую версию дублера. Но, скажем так, пока мы оставили возможность вот этого проезда, гипотетически, возможно, даже с выездом на улицу Дремнию, но даже если этого не случится, то кольцевой объезд все равно нужен, и он у нас в этой версии состоялся, ну, лучше даже, чем в предыдущем варианте. Следующий слайд. А, и еще момент, верниться назад. Значит, в этом варианте мы убрали паломническую гостиницу, поскольку сам Херсонерский заповедник, ну, скажем так, научный совет неодобрительно отнесся к этому предложению. И мы, дело в том, что сам проект 2012 года пока не имеет никакого продолжения, то есть мы его представили, его рассмотрели на научном совете, и дальше пока движения не было. Но точно известно, что в протоколе научного совета записано, что, ну, большинством голосом не приветствуется. Значит, возвращаясь к участкам, значит, на вот этот участок есть все документы, из которых самое интересное – это согласование Херсонерского заповедника и план буферной зоны. Значит, вокруг всего участка есть буферная зона 15 метров. Следующий слайд. Значит, это мы дали позоразвертку, но я понимаю, что не очень хорошо видно, увеличить нельзя, да? Значит, вот это крыша строительного техникума. Вот это вот корпуса строительного техникума. Вот наш масштаб. Следующий слайд можно. Значит, тут вы все подберете. Вот это крыша общежития строительного техникума, перед ним стадион, и, ну, вот примерно пропорции того комплекса, который мы предлагаем к обсуждению. Следующий слайд. Значит, вот сам генеральный план. То есть теперь становится понятно. Вот это улица Пожарова. Значит, вот этот дублирующий проезд. Значит, вот дублирующий проезд. Вот стадион. Значит, участок мы условно разделили на две территории. Вот эта территория, это, значит, входы, первые этажи на отметке 19 метров в уровне стадиона. А вот эта территория, первые этажи в отметке 16 метров. Но я вынужден говорить отметками и террасами, потому что перепад рельефа идет от 19 до 7 метров. 12 метров на коротком отрезке. То есть перепад, в общем, серьезный, большой. Значит, в этой связи у нас, значит, по этажности. Значит, мы просим согласовать возведение трех жилых этажей со вторым уровнем квартир в верхнем этаже, в чердансном, мансардном этаже. И, значит, по условиям посадки на рельеф, у нас, получается, в этой зоне возникает сокольный этаж и подвальный, отметка, соответственно, 16 и 13 метров. И в этой зоне у нас возникает сокольный этаж с отметкой 13 метров. Вся эта стеллопатная часть мы предлагаем использовать под парковки, в том числе гостевые, то есть стоянки временные, временные стоянки и парковки для владельцев квартир. Значит, теперь следующий слайд. Мы потом и снова вернемся. Значит, по, ну, скажем так, по простарственному решению, значит, вот это, можно вернуться чуть-чуть обратно? Вот первый разрез, он будет сделан вот так, а второй сделан вот в этой части. Вот теперь первый разрез. Может, мы не показали разреза? Еще раз, да. Нет, нет, слайды. Разрез. Разрез. Значит, мы постарались организовать сквозной проход через этот жилой дом с выходом на отметку 16 и 7, с последующим проходом вдоль территории строительного техникума вдоль южной, ну, южной, южной склон, северной склонной карантинной балки. Вот если можно еще раз найти план в 500-м масштабе, это речь идет о том, что вот так будет сделана ось, лестница, здесь будет сквозной проход и выход вдоль территории строительного техникума. Ну, на 2000-х там было чуть-чуть лучше видно, если надо, мы вернемся. Следующий разрез. Значит, вот отметка 19 метров, это отметка территории техникума, вот три жилых этажа, и вот у нас по условиям посадки получается цокольный этаж, отметка 16 и, по сути, подвальный, 13. Значит, оба этажа предполагаются под парковку. Заезд в эту часть парковки, тут небольшое проняние, можно даже организовать с одним выездом до 15-ти автомашин. Значит, там просто эта улица, у нее перепады от 13.50 до 15-ти метров, дублирующий проезд. Следующий разрез. А, слишком. Значит, без претензий на архитектуру. Значит, мы не станем сейчас задачу согласовать посады, и, ну, тем более, украсить пространство этой балки. Значит, пока видим, вот эти сквозные проходы, вот этот стеллобал, в котором будут находиться парковки. Ну, и мы рассчитываем, что пока эта часть помещения может быть отдана под нужды Херсонецкого заповедника и под нужды самого архитектурного парка. В архитектуре мы поставили пока одну единственную цель. Минимум жилья. Поэтому вот такие вот глухие порталы и навесные фасады, навесные фасадные системы, за которыми лоджии и балконы. Кондиционеры прячем вот сюда, в боковые части вот этих порталов. Мусорокамеры или контейнерные площадки прячем в цепанный этаж. То есть в итоге у нас будет блокустройство и вот этот основной проход с выходом, ну, условно говоря, на некую гипотетическую намережную вдоль северной части строительного техникума. Следующий слайд, ну, на эту же тему. И дальше. Значит, это показано заезд в внутреприровое пространство. А вот это заезд в парковку. Следующий. Ну, и я коротко засчитаю ТЭПы. Сейчас я их найду и зачитаю. Значит, общая площадь всех участков. 0,455 гектара. Площадь застройки 1863 квадратных метра. Коэффициент застройки 0,41. 41%. Количество квартир 80. Расчетная площадь площадок 470. Значит, количество машинных мест постоянного ухранения мы приняли 80 по количеству квартир. Для временного ухранения 10% 8. Суммально у нас 88 автомашин. Ну, как я сказал, все 88, мы, то есть, у нас нету охранения временного, как бы, на открытых территориях. Все уходит в стеллобаты. Значит, общая площадь стеллобатов 4729 метров. Я объясню, в чем, значит, там фокус. Вот же следующий слайд, да там вот есть такая схемка. Или вот это разрез. Да, то есть там отчасти, значит, вот условно говоря, вот это вот тело стеллобата. Оно образовано не только самими домами, но и подкорными стенами, которые там неизбежно возникнут. Неизбежно. Значит, ну, поскольку требуемая площадь у нас под все парковки, под все хозяйственные цели существенно ниже этого стеллобата, мы риском предположить, что у нас должно все получиться. Во всяком случае, как минимум, парковочные места и какую-то часть форт Херсонес мы точно найдем. По-моему, это все. А, значит, это на всякий случай, вот план участка с буферными зонами. Доклад закончен. Спасибо, пожалуйста. Валерий Анатольевич, к сожалению, товарищ члены Совета, учтите внимание и информацию, а вы, пожалуйста, ответьте. Вы знаете, что все это плата разрезана участками под индивидуальную жилую застройку, особенно тот кусок, которым предполагается дорога, стоит участок, извините, моего заказчика. О, а мы все думали, кто же появится, да. Ну, пожалуйста, я не хочу спросить, пожалуйста. Значит, я отвечу на ваш вопрос сходом. Значит, можно последний слайд? Самый последний, значит, стоп. Вот первый отвод, который подано как квартирный жилой дом. Вот вокруг него 15-метровая буферная зона. Ну, не очень понимаю, что она делает здесь, потому что здесь, честно говоря, территория строительного техникума. Но здесь понятно, что она делает. Значит, заказчику было поставлено в свое время при отводе в 2009 году условия за буферную зону не выходить даже строительными заборами. Значит, все наши потуги, все наши проекты, они будут вот в этой охранной зоне, я имею в виду дорогу и благоустройство. За буферную зону мы не выходим. Значит, я понимаю вопрос так. Нужно выбрать или сохранить частную застройку, которая здесь выделена, или отдать предпочтение буферной зоне. Ну, к стыду своему мы выбрали буферную зону. Ответ закончил. Это дебаты уже давайте сейчас. Вопрос в два раза. Валерий Анатольевич, по нормам, сколько полагается от окон жилого дома до стадиона? Да, на гемплан. Можно гемплан? Значит, ну, разрывы от окон от стадионов до окон жилых домов составляет, ну, Абекович, точно не могу сказать, но, по-моему, 20 метров, если я не ошибаюсь. 25 метров. Ошибся, 25. Значит, да, 25 метров. Вот показано красным землеотводы, я еще раз говорю, это мы, как бы, анализировали ситуацию с разных позиций. Вот три землеотвода. Граница отвода прямо, вот, грубо говоря, по краю. Вы просите, Дорвак, но мы считаем, что это не стадион, это все-таки спортивная площадка при технике. Простите, представитель заказчика. Да, значит, ну, заказчик тоже имеет право на слово. Значит, вот границы. Я понимаю, что вот эта граница землеотвода должна была находиться на расстоянии вот этих самых 25 метров. По определению. Вот, ну, принимая вот все, как есть, мы принимали, не вы, а мы. Мы приняли все, как есть. И мы, значит, именно по этой причине мы отказались от фронтального размещения жилых домов, поставили их вот так вот углами и рассчитывали на то, что, может быть, даже просто какими-то искусственными средствами мы создадим специальную шумозащиту. Мы к этому готовы. Но это лукавство. Я понимаю, но есть такой лукавый проем. Называется индивидуальные технические условия на разработку проектов. Это те условия, которые позволяют нарушать какие-то нормативы. Мы готовы этим заняться. Валерий Анатольевич. Да. Моя, так сказать, гибель в том, что я все в городе знаю, проектировал. Я этот участок проектирую. Я знаю. Я на этом участке проектировал не вот такую длинную жилую колбасу, а проектировал небольшой офис с одним живым домиком для хозяина офиса. Трехэтажные дома, действительно, они ваши шестиэтажные. И тут у меня никаких не было каких-то калерсных вопросов для меня. Но это они построили и превратили землю в жилую застройку. Мне кажется, что вам надо выдержать все нормы, убрать те дома, которые не выдерживают нормы, не прибегать никаких уловков, остановиться на верхней северной зоне участка. Вот на этой. А все остальное отдать благоустройству. Мы готовы... Как вам они в эти инфраструктуры, магазинчиков... Понял. У них это основная часть чертежа строительства. Радиусы детских садов в школу. Мы не приложили чертеж. Значит, я извиняюсь, мы просто сказали, у нас есть этот чертеж. Значит, можно вернуться к двухтысячнику? Или к генплану, выкопировку к генплану. Первый слайд. Значит, нет, там есть ближе. Еще, давайте, генплан, генплан. Выкопировку из генплана. Из генплана. Самый первый слайд. Значит, вот находится школа одна. Она не за магистралью, она... Это через жилые улицы. И вот школа вторая. Детский сад здесь и здесь. И вот, насколько я знаю, вот в этом месте находится детский сад. Вам почему-то здесь не указано, но он там реально существует. Значит... На Железняково, рядом. На Железняково. Значит, на том чертеже радиусы выдерживаются. До школы точно выдерживаются. Но до детского сада там есть некоторая проблема, но незначительная. Значит, каюсь виноват, готов предоставить дополнительно этот чертеж. Потому что есть такой чертеж с радиусом. Пожалуйста, вопрос. Вот скажите, пожалуйста, я читаю поездку дня. Здесь написано. Эскизное предложение по ландшафтным решениям благоустройства карантинной балки в районе улицы Пожарова. А мы решаем же... Зачем вы нас вводите в заплуждение? Скажите, пожалуйста. Давайте я проясню ситуацию немножечко. Значит, начинали... Первая версия была по вообще 12-этажному дому, который мы заранее угробили. Это было несколько месяцев назад. Я рассказывал. Да. После этого, значит... Я попросил их модифицировать. Я говорю, было же проектное решение старое? Было. Давайте мы его модифицируем, посмотрим, что остается в сухом остатке. Поэтому, если бы написать еще подробно, это было называлось эскизное предложение по ландшафтному решению благоустройства карантинной балки с учетом модификации той же группы, которая была сделана еще в июне месяце. Представьтесь, надо... Сейчас, сейчас. Я договорю. Так вот, значит, это ответ господина Хапкина на тот вариант, который предварительно рассматривался и был убит. 12-этажная застройка. Значит, мы сейчас говорим о том, что как она может быть модифицирована, что может быть сохранено. Потому что я вам сейчас покажу одну из картинок, которую я в последний момент увидел. Это вот нарезка под те индивидуальные участки, о которых сказала сейчас господин Литко. Вот не дай бог, чтобы вот это вот, слава богу, что это не произошло и не дай бог, чтобы это было. Поэтому один из вариантов развития правильного этой всей темы, это модифицировать так, как мы говорили. Поэтому сейчас всего лишь навсего, всего лишь навсего, речь идет о том, что в правильную сторону думает автор или в неправильную. То есть, если в правильную и совет поддержит, тогда мы можем говорить о том, что необходимо в дальнейшем разработать макет, необходимо всей зоны, необходимо понимать, что будет дальше с точки зрения установки регламента, то есть в развитии этого вопроса. Но ни в коем случае вот не это, потому что вот это кошмар полный. То, что я увидел. Когда слышно? Адольфович, и тут получается, что название не соответствует? Адольфович, я не пишу повестку дня. Я не пишу повестку дня. Я не пишу повестку дня. Здесь сегодня не стоит вопрос о том, чтобы утверждать проекты на жилую группу. О том, что просто если правильно автор думает, и мы ему, скажем так, поможем идти дальше, тогда можно развиваться дальше и выходить на один из последующих советов с точки зрения развития ответов на все вопросы разрывов и так далее. Он поделился своими вопросами. Вопрос можно? Пожалуйста. Валерий Арманович, что такое буферная зона жилой застройки? Значит, в моем понимании, этот документ выдан в управление... Валерий Арманович, мне... Эта зона... Мне интересно, ваше понимание, но не очень. Значит, вы оперируете термином. Я задаю вопрос, где вы его нашли и что он значит? Я его нашел в документе. Открыть документ в последнюю страницу. Могу только догадаться, санксинь. Кем документ взял? Херсонес там таблический. Да. Будьте добры, в одном из научных заключений, которое выдало в время получения проекта отвода земельного участка Херсонес таблический, было указано о том, что необходимо выполнить буферную зону. Буферная зона должна была быть шириной 15 метров по всему периметру участка. Это было сделано именно в период подготовки проекта землеотвода. И это там фигурирует. Буферная зона... Нет такого понятия у нас. Нет такого понятия. В Херсонесе, может быть, он есть. Но надо же как-то интересоваться. Вопрос поняли. Приготовим ответ. Второй вопрос. Вот территория, на которой размещается вот это вот все, то, что вы показывали, она закрашена желтым. И она как бы относится... Какой статус этой территории? Почему там жилье возникает? Вы себе говорили, в 2009 году был получен нами, заключен с городом договор аренды, именно с назначением построительства многоэтажных жилых домов. И только в 2011 году решением городского совета это было, ну, скажем так, несколько пересмотрено. А в 2009 году это была зона многоэтажной жилой застройки. Спасибо. Только услышал. Услышал. Вопрос. Можно сначала самому показать территорию? Еще. Следующее. Вот смотрите. Зона охраны памятника. Это режимная территория, комплексная охрана зона. Вы же, как члены союза архитекторов, прекрасно понимаете, что такого рода объекты там не могут вообще существовать. Абсолютно не могут. Есть определенный режим. Это все Херсонес. И зачем мы сейчас будем говорить о какой-то жилой застройке вообще? И то, что буферная зона от вот этого землеотвода, просто ерунда полная. Нет такого понятия. Абсолютно нет. И правильно говорили, что нет такого понятия. Значит, я можно отвечу не как заказчик, а как архитектор. Значит, про буферную зону еще раз говорю. Не мое изобретение. Я за него не отвечаю. Что касается охранной зоны, значит, мы эту тему внимательно вот с 11-го года обсуждаем с Херсонесским заповедником. Вот я хочу вам просто показать. Вот проходит граница. В этой границе вот здесь целый жилой квартал, о котором Анатольфович рассказывал. Он его проектировал. А вот здесь строительный техникум. Речь идет о том, что в этих охранных зонах застройка регулируется особым специальным законодательством. И мы, ну, наверное, уже лет пять обсуждаем с Херсонесом проблему разработки проекта музеификации вот этих пространств. В котором будут установлены все регламенты, ограничения. И будет понятно, что там можно и чего там нельзя. В отсутствие таких регламентов мы приходим вот с такими проектными предложениями. То есть, еще раз, именно по этой причине мы, то есть, еще раз, у нас сначала был проект античного парка. Мы, наши попытки найти, как бы, следы всех остальных отводов, этих отводов было уже тогда много. Мы о них знали, но следов не было. Все было скрыто, мы ничего не понимали. И поэтому мы прислили к этому как проекту. Значит, не нужно, мы и не нарисовали. Сегодня обстоятельства стадуются так, что вот этот участок, который мы сейчас обсуждаем, вот он проявился в полный рост. Мы его видим. Значит, мы пытаемся найти компромисс. Ответ за чем? Валерий, скажи мне, пожалуйста. Да, да. Я сейчас хочу. Уже вы говорите? Скажи. Компромисс надо искать не таким способом. Смотрите, вот эта вот территория, вот эта территория. Вот, эта граница, территория, как бы, для исследования. Я, Шерционеза. Согласен. И земельный участок рассматриваемый, он как раз попадает в эту территорию. Я понимаю, что на сегодняшний момент предыдущее правительство, предыдущая власть выделила эти земельные участки. Но мы с вами сидим на градостроительном совете. И надо как-то уважать чувства архитектора и вам, чтобы потом не было обидно за эту территорию. Может быть, придумывать наоборот развитие этой территории, как поднятие статуса парка Херсонез, или музейного типа, или еще что-то. Но никак не жилую застройку. Я отвечу. Значит, когда мне было предложено поработать на 12-ю этажами, я оказался в первую секунду. Последствия, это не для аплодисментов. Значит, то есть я уже невольно заложник, ну, каких-то своих небольших, так сказать, результатов. Ну, хотя бы при этажах. Значит, ну, так, оботкрытаясь от темы. Просто вот сколько лет мы работаем в Севастополе, вот сколько лет есть такая вот одна и та же тема. Давайте отложим, давайте потом, давайте не будем. В итоге все это все равно потом обрастает. Это площадь 50-летия, мы с Хрустальной ничего не будем делать, а потом оно все само появляется. Это эмоции. Все. Валерий Николаевич, не проще ли называть эти зоны, буферные, просто охранными зонами, я знаю, первой категории, второй категории? Значит, отвечаю, отвечаю еще раз. Проще разработать проект музификации всего этого пространства и расставить все точки. Может быть, да. Да, ну, я думаю, что это было бы правильно. И тогда выяснится, что на самом деле, еще раз, есть бытует такая легенда, что в охранных зонах ничего нельзя делать. Это не так. Можно делать все. Кстати, вы знаете, да, что Часанецкий заповедник стал наследием ЮНЕСКО. Так вот, по европейским правилам, например, есть торговые центры, внутри которых находятся памятники археологии. Все зависит от подходов. От культуры, от уровня мышления. Вот, собственно говоря, все. От европеизации. Ну, вот. Отравим членов совета. Позвольте представителя заказчика выступить. Будьте добры, можно просто несколько слов добавить. Насколько мы знаем, вот эта схема, она появилась после 2011 года. То есть, мы говорим о небольшой искусств истории. В 2009 году, когда мы получили непосредственно этот участок по строительству квартирного живого дома. Вот, и непосредственно перед этим мы согласовывали все моменты, в том числе и с Херсонесом. Были научные заключения, ни одно, ни два, в которых нам предписывалось первое, это производить все работы непосредственно при участии представителя Херсонеса. Вот, собрести вот эту вот охранную 15-метровую бухерную зону. И, опять же, заключить договор на то, чтобы в случае обнаружения каких-либо археологических проскопов провести полноценное изыскание. Вот и все. То есть, этот процесс начался задолго до того, как появилась эта схема. И, изначально, это была зона многоквартирной жилой застройки. И, я могу сказать так, изначально у нас было даже получено разрешение на строительство. Вот, получено было разрешение на строительство на функционального жилого комплекса. Там, в 2009 году планировалось возведение многоквартирного жилого дома. И штокель, который должен был представиться трехэтажным, планировалось размещение торгово-обесных помещений. Но, опять же, шли здесь. Про этот проект нам пришлось забыть. И потом мы возвращались к нему вновь. Но немножко с другой концепцией. Не раз мы, опять же, выполняли этот проект, не раз проходили экспертизу. Но никогда подобных вопросов не возникало. Я могу сказать, что у нас на руках на текущий момент, когда мы оказались в Асиме, мы уже получили московскую экспертизу. Но поскольку мы понимаем, что на текущий момент и у нас страна другая, и мы все-таки немножко меняемся, мы хотим как-то гармонично здесь вписаться в общий ландшафт. Понимаем, что мы хотим найти какую-то концепцию, которая устроила бы всех в первую очередь. Данность на текущий момент такая. Этот участок есть, мы, наверное, получали разрешение. Но он на текущий момент действующее. Разрешение производства строительных работ. Оно на текущий момент действующее. И поскольку, скажем так, мы не лагеря, мы пришли представить вам этот проект и хотели бы все-таки найти с вашей стороны какое-то понимание. Потому что на текущий момент даже те участки, которые были представлены, в этом неизвестном жилую застройку, нам пришлось выкупать. Вот, пришлось выкупать для того, чтобы организовать связь между нашим участком и непосредственно улицей Пожарова. Ну вот, которой до этого момента просто не было. Вот, то есть на текущий момент я могу сказать, что вложения в этот участок составили, ну, в эквиваленте рублем, ну, порядка 11-12 миллионов. Это еще когда мы не зашли, не положили ни одного камня, ни в окно и в окно. С учетом на защитительной документации. При том, что, да, я могу добавить, могу добавить, что ежемесячно мы отчисляем, продолжаем отчислять и аренду на плату, никаких долгов у нас нет. Это все ли по проекту, мы готовы предоставить здесь правду. Это ваше несчастье. Значит, что я должен вам сказать? Что если вы декларируете трехэтажное строительство, так изображайте про эти не шестиэтажные строительства. Это же невозможно смотреть, как к нам подсунувают все время что-то не то. А что вы нас за дураков считаете? Адольбович, ну я вам чертеж показал. Вы каких дураков, я вас считаю? У вас есть чертеж, разрез. Я ничего не скрываю. Я показал? Это была эти трехэтажные. Там можно и не так выставить. В том трехэтажный. Значит, я в своем докладе еще раз подчеркиваю, что три жилых этажа и у нас подвальные, да, подвальные цопы для... Значит... Так, коллеги, будьте до того, чтобы догорелись в такой... Пожалуйста, вы просто. Значит, историю знают точно так же, как все. Вот я знаю, что там отведены земли. Каким способом? Не имею... Патрини дальнюю застройку. Можно... Два слова можно вам сказать. Значит, насколько я знаю, вот там вот то, что показал... Александр Игоревич, там распоряжениями администрации Куницына были, как в народе говорили, распилены эти земли под юргальную жилую застройку. И, кстати, на сегодняшний день надо проверить, чтобы там не оказались государственные акты и не перегистрировались по российскому законодательству. Там пустые госакты лежат, информация есть такая даже. По этим земельным участкам пустые госакты без владельцев. Есть предложение, вот мы сейчас все обсуждаем концепции, там, 40-25 метров про окошки. Все, вы понимаете, в предыдущей зале хотят, чтобы на этом земельном участке расставался античный парк. Видим картину, кадастровая карта Украины, где расширен этот весь парк античный. Открытое письмо, прокуратуру, разобраться туда в ситуации, выделение законности земельных участков. Я думаю, если члены президента моего городсоведования поддержат, я такое письмо первое подпишу. По поводу проекта, предоставлено влияние над нольщим, у них на самом деле уже давно существует разрешение на строительство этого объекта. И люди пришли сюда с предоставлением этого проекта. Единственное, правда, архитектурмучасти сейчас не касается. Ее пока еще и не представляли как таковой. Вот, концепцию. Концепция, да. Земельный участок тоже правовую основу неплохо было родить всем членам президиума, для того, чтобы они понимали до конца целесообразность введения этой земельной участки по строительству на квартиру на жилого дома. Спасибо. Ну, для того числа вопроса. Я просто говорю, что все здесь, что здесь отговорилось, по отношению к законам России об окраине памятника, это строительный бред. Что-что? Строительный бред. Бред. То есть это невозможно сделать вообще по определению, где-то никаких закон не может быть. И так вы помните, тем более не трогать. Так, вся эта идея. Вот тогда вот это вот все, верните, пожалуйста, общую картинку. Общую картинку. Ситуационную. Ну, шире, шире еще. Ну, сейчас спутник идет. Вот. Вот, нет, нет, вот это. Вот это же все застроено. Какие-то жуки гаражистые. Это надо вообще весело, весело сносить, переселять. Если вы правильно говорите, это их вызовы. Не, ну, так все. Хорошо, Судачий, надо все снести. Пожалуйста, взял. Я там живу прямо вот рядом, каждый день гуляю. Вот там много неточностей вот с этим коричневым цветом. А самое главное, я хотел всем обратить внимание на маленькую пунктирную красную линию. В Севастополе несколько версий границ района между Гагаринским и Ленинским. Если расстояние до школы, то, извините, в школу чужого района записаться будут некоторые трудности. И вот административное устройство этой точки, я давно хотел обратить ваше внимание, но вот этот проект как раз затрагивает. Я не хочу сейчас обсуждать, но границы районов – это очень важный вопрос, который мало кто учит. Что было другого района? Это что, если на городском? Кадесского сада точно не затягивает. Я хочу ребенка ждать полторой гимназии в ЦЕЗР. И я что, не имею право это устроить? Это что такое за цепь? Вы знаете, что я не понимаю, не сам верю. Я там, поэтому, ну, конечно, детально знаю весь район, как Алексей Иванович, но я там бывал тоже не раз, но вижу то, что там происходит, то, что там, вот это вот все, что настроено, мне говорят, это же настроено, но это нельзя. Это так вот просто как-то застроено. Вот я правда не понимаю. Я здесь в данном случае вижу попытку цивилизованно решить проблему, но нам говорят, нет, это тоже нельзя. То есть, а тогда вот это что, все нельзя? Там вообще кошмар полный. Уважаемый член Градостритного Совета, от имени заказчика я хочу добавить следующее. С 2009 года мы очень тщательно и детально прорабатывали этот участок. В частности, мы оберегали там возможность своей застройки. Не так давно УКС протягивал газовую трубу по участку, которая должна была пройти прямо по нашему участку. Значит, мы прохватили эти работы, труба легла в землю, кроме того, мы согласовали и оставили возможность гильзу, проход через главную дорогу. В данном случае на протяжении всей истории, начиная с момента отвода 2009 года, в тесном сотрудничестве с национальным заповедником Херсонес-Таврический, нами были отработаны моменты, как будут производиться работы, иначе бы мы не получили разрешение на производство работ. Мы вышли в июне месяце, повторимся, на Градостритный Совет. Разрешение наше и Градостритное Условие, и заключение, которые выдвинули и действующие согласно федерального закона 6 ФКЗ, были вынесены на рассмотрение вам. Что касается той этажности, которую они позволяли, она была задроблена. На протяжении месяцев июня по текущий момент, по декабрь, нами будет отработана новая концепция, с учетом того, что нами были понесены серьезные финансовые уважения, с учетом того, что мы максимально хотим вписаться в тот комплекс строительства, который предполагается, о котором говорил архитектор уважаемый. Значит, в данном случае мы специально на усмотрение и на согласование оставили варианты фасадной части. Мы отработали все проходы, что если будет действительно развернута система благоустройства, чтобы возможность была достичь всех вот этих элементов исторических мест. Продумали даже вот для того, что проходы в здании, значит, согласованы у нас с ГАИ был выезд на дорогу, на главную. Продумали элементы благоустройства. И даже у нас есть готовность вступить в отношение с заповедником Херсонес-Таврический, чтобы предоставить часть площадей под элементы того парка, который, значит, будет образован в дальнейшем. То есть это либо сувенирная лавка, либо какое-то хранилище, значит, каких-то древностей. То есть в данном случае мы к вам выходим с той задачей, с которой уже выходили, но уже с теми коррективами, которые получили на прошлом, скажем так, заседании Городостроительного Совета. И просим войти в положение наше и выйти именно на диалог с тем, чтобы мы смогли с вами обдумать именно концепцию. Обратите внимание, мы даже фасады не делали. Мы показали толстые коробки. И надеюсь, что все правильно поняли, что их вовсе в таком виде не будет. То есть мы очень тщательно проработаем именно архитектурную часть. Кроме того, если посмотреть со стороны улицы Дмитрия Ульянова, то более страшного вида, чем вот это ПТУ, чем вот эти пятиэтажные дома, чем тот же стадион, который охрана, ну, спортивная площадка, его нет. Мы своим вот этим, значит, архитектурным ансамблем, мы облагородим уже эту местность. Спасибо. Мы ничего не украшаем. Мы просто хотим найти контроль. Кого еще есть? О, за кого желаю еще. Да, пожалуйста, ну, как бы я все, что сказал предыдущий оратор, я видела в документах, которые лежали у меня на столе. Значит, у нас тоже пять участков, которые находятся в разработке. Такие же точно согласования. Они тоже согласовывались с Херсонесом. Они тоже хотят участвовать в развитии музейного комплекса. Согласно на все компромиссы, давайте будет подход ко всем одинаковый. Чем люди эти хуже других, которые на тех же условиях, кстати, не через Кунистово, не через Кунистово, не через Кунистово получали. Вот, у меня никакого понимания в душе не возникает, потому что нарубить это все на индивидуальные участки. Ну, вот правда. Но, тем не менее, если мы пропускаем... Мы же имеем с вами отдельный пример по району полуострова Парк Победы, там, где все распеяли, и вы говорите, там должны люди достраиваться. Ну, здесь, конечно, это вообще кошмар. Это шуток, с опором, простыняк, что ли. Правный подход должен быть ко всем. Придут такие же люди и будут рассказывать те же самые аргументы. Нет, нет, это не большая разница. Тогда будет вообще никаких участков, будет честных. Я хотел бы разъяснить, как директор благотворительного фонда в отрождении Херсалиса, который, в общем-то, и вынес эту тему «Микрополь святых», которая представлена и утверждена. Друзья, пожалуйста, я, ну, более других могу рассказать, там, что это распаевка, и там нет даже участки церкви. Вот. Мне, вот, и шостока, и девичья горка, там, не надо говорить севастопольцем, какая там застройка была. Мне только непонятна, вот, как бы, позиция, и где мы должны находиться, как град Совет. Потому что почему-то архитектор и застройщик должны оправдываться перед властью, которая это сделала. Давайте мы как-то определимся, точнее, вы, власть, определитесь, как поступить в этом смысле. И доложить и обществу. И после этого будем определяться, кто будет оправдываться. Потому что, а не стреляйте, пожалуйста, к пианисту, а он на краях как умеет. Вот. Есть какие-то правила игры. Потому что то, что мы знаем в Херсонисе, отсутствие статуса, вот, та борьба постоянная, которая ведется. Понимаете? Это все идет за счет нашего города. И это допускает власть. Неважно, какая вывеска, в конце концов. Поэтому давайте определимся со статусами. А после этого, как бы, будем, нарисуем правила игры правильным, по которым будем жить. Вот. Мне кажется, просто совсем, это позиции были преодолены сегодня. Это не правило. Спасибо. Можно ваш призыв-лозунг развить дальше? Значит, не просто будем сейчас поговорить, давайте определимся. А давайте, я попрошу, союз архитекторов вместе с вами сделать рецензию, вот, по данному вопросу. То есть, как эту идею правильно модифицировать и развивать. Потому что мы топимся на месте, при этом сделав уже колоссальное количество ошибок. И теперь говорить, что вот мы столько наделали, давайте вообще ничего не делать, это еще хуже. Я так не сказал. Я не сомневался. У нас есть предложение от той стороны стола, то есть власти, там, разобраться через прокуратуру как-то еще. То есть, самой разобраться с собой, какие правила игры будут включены. Вот. Мы только за. Когда на твоих глазах там строят шостока, выламывают Камацу храм, или там пенсионеры военные до этого, прямо там из скалы вырубают эти все, там где-то похоронены святые, строят себе гаражи только потому, что они ветераны. Это было еще при советском, советское время. Советское время, там уже строили гаражи вот эти ветераны, флоты и так далее. Понимаете? Вот. Это все проблема власти. И тут ни союз архитекторов не поможет. Я понимаю, вы предлагаете рассматривать весь Херсонес полностью? Нет, я представляю, Херсонес сейчас находится в без статуса, к сожалению. Он вынужден, вот этот переходный период для Херсонеса особенно опасен. Мы его, вы же знаете, первые же Грансоветы, да, мы вытаскивали Херсонес как градообразующий фактор, потому что так и есть. Мы предложили несколько форм модификации, они есть. Да, что там мы, есть много сайтов там, они оппозиционные, не оппозиционные, неважно. У них у всех требование к власти, потому что у власти есть заказчик, это общество. Вот. И это требование должно быть наконец реализовано, а не выражаться в виде упреков архитектору или застройщику на Градсовете. Вот о чем я говорю. Поэтому вы можете дать задание нам, как членам Градсовета, Союзу Архитекторов, Союзу Дизайнеров, для того, чтобы мы сделали свои предложения. Они уже давно есть, эти предложения. Да, нет, это громко сказано, у меня просьба просто. Значит, я почему-то говорю, что я сегодня вечером просто уеду на несколько дней, но мне, к сожалению, где-то поездку не изменить. Значит, давайте на следующую среду, на сегодня четвертое, на десятое число, да, мы можем собраться на условно-часиках, там, 12 дня. Я, например, вот сразу вас приглашаю, значит, Валерия Владимировича, Сергея Идеевича, кто еще хочет. И вы позволите, я к сексуальному приглашу тех, кто, либо занимается в моби-эффективе? Давайте, мы соберемся, если мы так определим, какие задачи мы должны рассмотреть и как мы будем решать. Потому что это, значит, мы можем очень долго обсуждать. Мы можем договориться о выездной сессии прямо в кабинете Женько, у него, да, поскольку мы там постоянно бываем с Валерия Владимировичем, когда мы соглашем такие вещи. Вот, и, как бы, это их термины, буферная зона и так далее, вы правы. Но сейчас эти термины тоже, поскольку нет статуса, они тоже не могут их подтвердить. Мы в невнятной ситуации вести. Игорь Александрович, я уговорен, значит, если что, Женько, знаешь, он нас в гости уже позвал или нет? Нет, мы можем договориться, поговорить с ним. Вот, это условно, дата принята, если, Алексей Анатольевич... В понедельник 12, да. Нет, в среду. А, в среду, хорошо. Просто в следующую сетра приедут. Хорошо, значит, в среду 12, условно, вот в этом составе. Кто-то еще раз хочет присоединиться? Милости прошу. Можно, Глазко? Пожалуйста. Уважаемые господа и дамы, в шестом году начали делать проект отвода по этому земельному участку с обозначением многофункциональной жилой комнаты. Были получены в проекте отвода согласования о наследии, памятниках. Можно? Можно. Вот херсомоисы. Льзят? Льзят. Вот такой мы хотим построить, вот такой эскизный проект. Можно, ребята? Удержайте проект отвода, проектируйте, строите. Удвертили проект отвода, сделали проектную документацию. Я могу ошибаться, порядка 20 тысяч метров квадратных. Много было три этажа коммерческих помещений, рестораны, магазины, офисы и так далее и тому подобное. В восьмом году грянул кризис. Отбросил назад сферу непосредственно коммерческого направления. Плюс участок был несколько отдален от дороги. Этот проект нам показался на тот период времени не совсем жизнеспособен. Хотя была проведена экспертиза и получено разрешение на строительство. Кризис пошел на нет. Это украинский кризис. Статусом стало строительство жилья. Оно пользовалось спросом, интересно. Да, начался приток в город, миграция и так далее. Сделали второй проект. Получили согласование. Прошли московскую экспертизу. Тысяч на 15 метров квадратных. Можно строить? Да, можно. Но в одиннадцатом году вышел закон, который обозначил территорию Херсонеса. В одиннадцатом. И господа говорят, нет, теперь нельзя. Почему? Мама, ты же в воскресенье обещала меня в геносфоби. Нет, ты мог, нельзя теперь. Потому что я тебе вещала в пятницу, а в субботу у меня изменились планы. В одиннадцатом году вышел закон и говорят, нет, ребята. Все, что вы там планировали, все, что вы проектировали, хотели построить, созидать, теперь уже нельзя. Ну как же так? В основном году было можно. И вы все дружно сказали да. А в одиннадцатом стало нельзя. Теперь уже не можем. Ну хорошо. На сегодняшний день вы пытаетесь выйти. Помимо этого образовалась нарезка управы индивидуальных участков. Так, мы глянули, попали в Капкан с этим участком. Это участок, который был выделен городской сессии народных депутатов при Севастополе. Где была определенная оплата, мы все какое-то время платили. Это не наши проблемы, нет. Мы платили в городской бюджет, которым пополняли трудящиеся и зарплаты, и пенсии. А вы видите, это ваши проблемы. Да, наверное, мы же не в родители собрались. Это наши с вами общие проблемы. Мы вынуждены были купить три участка, потому что нам нужен был выезд из дороги. Этот участок выделен официально. Попал в Капкан, обрушили индивидуальные участки. И мы три купили, чтобы как-то выскочить на Дмитрия Ульянова. Сейчас, понимая, что на сегодняшний день это место имеет серьезный исторический облик, мы понимаем это. И мы вас просим, дайте хотя бы три этажа нам поднять. Максимально красиво все это сделаем. Не хочется терпеть поражение. Есть самолюбие, есть стаж у частного предпринимателя. И хочется то, что задумал, воплощать в жизни эти идеи. Дайте хоть три этажа нам поставить. Помогите, как их сделать. Давайте нарисуем красивые фасады и превратим их в жизнь. Давайте поспособствуем развитию Керсонеса, чтобы наш город, в котором мы живем, и мы подрядами ему являемся. Мы ими гордились. Чтобы мы своих детей и внуков подели сюда на экскурсию. Помогите же нам. Мы смотрели слайды, и там кусочек один этаж торча в общежитии с Алдеповском. Кто тогда его походе ремонтировать всю жизнь, денег нет. Дайте нам еще один четвертый этаж поднять, чтобы уже было красиво. Чтобы я ехал с сыном когда-то по городу и говорил, сынок, это твой папа бился за эту землю и за эти строения. Помогите же нам. Мы предприниматели, мы местные. Мы вам, севастопольские. Так, помогите же нам. Спасибо. Михаил Иванович, можно вам вопрос задать? Михаил Иванович, можно вам вопрос задать? Вы же не думаете, что мы настроены как-то против? Нет, не в коем случае. Только. Только. У меня сложилось впечатление, что, извините, 60% просто грейдиков здесь в литературе. Ну не 60% как-то вы это понимаете. Ну не 75%. Ну нет. Прошу прощения, при всем папа сюда. А вы считаете, нормально строить на Некрополе? Вопрос. Нет, я так не считаю. Но, я считаю, что я ни в чем не виноват. Если в 8-м году нам, здесь же не с архитектурой, администрацией, а вот, если было порядка 18, согласовали этот проект охота и дали нам разрешение. Это те люди с высшими образованиями, которые непосредственно отсидели своих креслов и конкретно занимались своими крайными обязанностями, и решали судьбы этих земель. Можно или не можно? Я, да, Игорь Александрович, извините, что вы безумие. Я, да, Игорь Александрович, извините, что вы безумие. Я, да, прошу прощения, что это затихло, а вы вот его опять сейчас снимаете. Значит, я коротко скажу. Значит, я слышал выступление всей делегации, и я понимаю, что они цимилизованные застройщики, и если там что-то они при устройстве котлована найдут, там немедленно будет остановка и археологические раскопки. Позвольте я поправлю, у нас есть обследование этого места, и указано, что был когда-то какой-то скреп, который разграбленный, и ныне не представляет исторической ценности. У нас есть материалы здесь, у нас есть подобное обследование этого скрепа, описалось, что все у нас есть. Игорь Александрович, ну вы сейчас не нервничайте, потому что мы сейчас не рассматриваем вопрос разрешения, разрешите, оказывается. Игорь Александрович, пожалуйста, пожалуйста. Вы все правильно сказали. Вы жертва, и мы жертва. Нет, я не жертва, я боец, я не жертва, нет. Значит, ну ладно, не жертва. Я вам расскажу всю историю, от которой мы страдаем. У нас порядок составления проекта поставлен задом наперед. Значит, когда-то, когда надо было запроектировать, заказчик шел своим проектом, он и спрашивал у главного архитектора в таком-то месте, что мне нужно запроектировать тот. Главный архитектор давал ему архитектурно-планировочное задание. Есть! Обязательно! Прорабатывался в эскизный проект. Обязательно! И только после этого главный архитектор представлял горсовет ходатайство об отводе участка. Если вы можете... Не перебивайте. Извините. Сейчас все наоборот. Это осталось еще от старого горсовета. Приходят в горсовет. Горсовет по каким-то соображениям или без соображениям больше всего выдает разрешение на участок. Этот участок приходит к главному архитектору заказчик и диктует свои слова, которые он там... Архитектуры до этого даже не пахнет. Поэтому мы с вами дергаемся... А как сюда вместить в этот участок то, что они хотят сделать? Вы понимаете? Это все неправильно. Порядок у нас. И нас сталкивают у вами заказчиков, архитекторов и горсоветных советов. Вот когда вы поменяете это все местами, тогда будет у нас нормальная работа. Вы понимаете меня? Я понимаю. Что мы работаем в ненормальных условиях. Соглашаюсь. А теперь позвольте мне возразить вам. Смысл в чем? Если вы помните раньше, рабочий проект согласовывался МЧС, СССР и градостроительством архитектурам. Они давали заключение по рабочему проекту. Вот оно у нас есть на 12 этажей, как положено. Стоит печать, шходящий. Все, на 12 этажей нам давали разрешение. Извините, пожалуйста. Это люди, которые в тот период времени представляют архитектуру и градостроительство. Я не мог с ними спорить. Ребята, зачем мне 12? Дайте мне 3. Нет, у меня есть заключение на 12. В чем я поверен, скажите? Нет, у меня не будет. Можно же так? Завелось уже санитарно. Соликен, на короткие опорты потом будет. Вопрос, это больше, наверное, мое видение решения вопроса. Я так понимаю, что застройки в данном месте уже не избежать, потому что есть определенное наследие в качестве действительно каких-то договоров аренды и более того, легитимных либо нелегитимных госактов. Но люди, которые могут сюда опять-таки прийти, защищать свое право, законное право на тот либо другой участок земли. Поэтому мне кажется, что в данном случае разработать концепцию застройки, как максимально проинформировать собственников, объявить, может быть, конкурс либо еще что-то, каким образом и какая этажность будет, как эти дома будут стоять, собирать какие-то улицы, проулки и так далее, чтобы, если уже в таком месте идет застройка многоэтажная либо там частная, чтобы мы понимали, ну, видимо, где-то это сделать, каким образом это будет выглядеть. Чтобы не стояли дома, эти углом, эти параллельно, другие перпендикулярно, опять-таки потеряются какие-то дороги, ну, будет опять хаотичная застройка. Можно пойти вот так. Ирина Сергеевна, вы тоже приглашены, я буду делать часы. Спасибо. Пожалуйста. Валерий Арнольдович, рассказываю о отношениях с Херсонесом, о желании и попытках музеификации. И это все правильно, все это нормально. Но после вот такой преамбулы вдруг выстроил жилой комплекс, три надземных, три этажа, три и не считают цокольных подземных этажей. Это, конечно, очень странно. Модификации нет возражений. Теперь дальше. Если говорить вот по существу того материала, с которым мы сегодня познакомились. Значит, ну, я всегда об этом говорил, и не устаю это повторять. Значит, территория и мощность градостроительных преобразований, то есть площадь застройки этого жилого дома, этого комплекса, это, там явное несоответствие. Опять площадь застройки не оставляет территории для нормальной жизни людей. Это второе. То есть я готов это доказать, если мне предоставят все материалы. Третье. Вот этот склон, это склон восточный, восточный стол, на котором расположен стадион судостроительного техника. строительного техника. Конечно, этот склон, он производит удручающее впечатление. Но я понимаю, вот, все проблемы, которые стоят. У застройщика, у владельца участков, ну, свои нужды. У меня своя нужда. Мне нужно, чтобы в моем городе было хорошо. Чтобы городу было хорошо, и нам было хорошо. Для того, чтобы нам было хорошо, нужно этот склон, просто решить склон. Не делать, обработать склон. Если сделать там какие-то здания, сооружения, то они должны органично вписаться в этот склон, и не в коем случае, и вот так же и кончится в нижней точке. Сверху начаться, внизу кончится. Вверху там этаж два максимума, а вниз, ну, как получится. Но ни в коем случае, не рядом с этим, на подошве этого склона, делать вот это нагромождение, там, 3-4. Вот, мне кажется, так. Спасибо. Давайте подводим 4, буквально до слова, и я сейчас подведу. Последнее, Александр Юрьевич, не последнее, самое важное. Вот эта дырка между соностроительным техником и шостока, это у нас открытое пространство, которое надо беречь, ну, всеми силами, и затыкать там, затыкать. Вот если мы склон приведем в порядок, это одна ситуация. А если там вырастут грибы в виде домов, мы закрываем морскую панораму, закрываем панораму застройки, это очень, это неправильно в принципе. Это не правило, в принципе. Потому что ж ничего не просматриваешь, сейчас не всех, кто-то все закрыл. меня только убеждают, что надо делать все-таки макетное решение, потому что, можно, может быть, народят вот эти штуки в нашем слое Дмитрия Ульянова, там есть подъемные сооружения, висит мемориальная доска, что это последний командный пункт обороны Севастополя, когда прорвали основную часть. И эта схема не отвечает действительности, нужно решать на месте. В смысле, увидеть, что там на месте и на самом деле. Я тоже постараюсь, так сказать, высказать свое мнение. В первую очередь, я присоединяюсь к Игорю Александровичу, к его, так сказать, вызванию. В общем-то, по большому счету, да, верно, был заложен прецедент, да, такой, в общем-то, нехороший. И мы все его расхлебываем. Вот тут есть два момента. Значит, первое, значит, мы принимаем то, что есть и пытаемся сделать, на это основание, что такое, так сказать, запроектировать блестящее будущее. Но если мы начнем идти на компромиссы и понимая ту ситуацию, так сказать, которая расложилась, брать ее в основу, то мы, ну, по большому счету, ничего не можем решить, не сможем решить. Но, повторяю, значит, сказанным Игорем Александровичем была очень важная тема, что, значит, этот прецедент надо отработать на законодательном уровне. Значит, мы, как градостроители, там, архитекторы, вообще, так сказать, специалисты должны обязательно перенести свою рептуру. Потому что здесь еще есть момент, о котором никто не говорил, вот Ольга Меонидовна сказала, то, что любое наше решение, да, оно страшно прецедентом. Понимаете, почему и можно, а и нельзя. Понимаете, то есть, если мы пойдем этим путем, то мы можем просто не развести это все дело. То есть, мы должны настолько серьезно обосновывать такие шаги. Вот. И я думаю, что не на уровне ГРЦ нет, а выше мы должны давать только рекомендательный орган рекомендации, а приниматель должен в законодательном собрании и так далее. Спасибо. Естественное решение ГРЦ это не последнее. Наверное, это будет информация подготовленная для руководства правительства. Это во-первых. Во-вторых, если ничего не делать и пустить на самотек вот, пожалуйста, вот эта вот вся зона, это вот участки, частные, частные участки, а здесь 13-этажный дом. Значит, мы как раз сейчас говорим, давайте что-нибудь по разумности сможем сделать из этой ситуации выжить. То есть, ну, пустить все, как оно действует, это еще хуже, гораздо будет. Надо поэтому вырабатывать какую-то программу действия. Соразмерно сделать. Соразмерно. Поэтому я и прошу вас в среду для часов. Дмитрий Владимирович, вы в том числе приглашенный, поэтому давайте сейчас подойти к шесту, потому что у нас еще два вопроса, а мы уже, время у нас шесть минут осталось. Поэтому вот есть и согласность с таким предложением начать. Я пригласил тех, кто отозвался. Хорошо? Тогда все. С этим вторым вопросом на сегодня. Третий вопрос обзор.